По всей стране ровно в 8 утра открываются избирательные участки, с поправкой на часовой поезд, конечно. Сегодня в Бийске открылись 99 избирательных участков. На этом под номером 359 зарегистрировано 2408 избирателей. Среди них 141 должен проголосовать впервые. Правда, в 8 утра молодых избирателей здесь нет, зато уже есть очередь из людей старшего поколения. Потому что мне надо проголосовать и ехать на работу. Меня там напарник ждет, позвонил вчера, сказал, что подожду, пока проголосуешь. Потому что необходимость такая у меня. Я бы пришла позже, может быть, на час. По-другому я не могу. На сегодняшний день так. Выборы президента – день особый. Практически на каждом избирательном участке для избирателей подготовлена программа развлечений. Лилия Владимировна, расскажите, что здесь будет? Здесь для взрослых запланированы спортивные мероприятия на территории ДКБОС. Для детей театрализованное представление с ростовыми куклами. Поэтому на вкус любого возраста здесь предусмотрены мероприятия. Также хочется отметить, что на этом избирательном участке работают КАИБы – электронные избирательные урны. Каждый представлен специально человек-помощник, который объяснит, как нужно правильно положить свою бюллетень и учитан ли голос. Кроме того, на этом участке работает система видеонаблюдения. Здесь сразу две камеры. В их объектив попадают практически все, что находится в этом зале. И секретари, и члены избирательной комиссии, и урны для голосования, и кабинки также. А вот как посмотреть за ходом выборов в России, нам сейчас расскажут. Можно наблюдать за каждым участком. Нужно зайти на сайт ЦИК, и там найти вкладку «Наблюдать», зайти, и там вбить номер участка, и можно смотреть онлайн. Итак, выборы 2018 в Бийске стартовали. Первые избиратели уже оставили свои голоса. Напомню, что этот день особенно важен в истории России. Мы выбираем президента на 6 лет.